Здравствуйте! Вы смотрите пятый канал АРИС и канал ТНТ АКТАМ. Это программа Гость Студии. С вами Алексей Ширнин. Городские подробности, извините. И у нас сегодня в гостях главврач Кумертауской городской больницы Астахов Олег Анатольевич. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, первым делом я, может быть и заранее, но есть повод хороший такой, поздравить вас с наступающим праздником, с Днём Медицинского Работника, который отмечается каждое третье воскресенье. Июня. Примите поздравления. Вас поздравляю, всех вашим лицеработников, конечно же. Желаю, чтобы у вас было всё замечательно, всё хорошо, чтобы мы с вами встречались только в таком формате. Ну и, может быть, единственное, когда приходишь просто проверить вроде как диспансеризацию. Согласен. Вот вопрос такой. Первый. Всё-таки какова у нас в этом году обстановка со здравоохранением, со здоровьем населения в городе? Наша больница в этом году работает в штатном режиме. Каких-то резких изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону пока не происходит. Стабильная идёт работа. Демография в этом году чуть лучше. У нас повысилась рождаемость в городе. Смертность чуть ниже, чем в прошлом году. Причём ниже смертность от трудоспособного населения тоже отмечается. Ниже смертность от онкологических заболеваний впервые за короткое время у нас, за последние годы. У нас суицидов чуть меньше стало, смертность от ДТП. Пока вот по итогам пяти месяцев мы отмечаем такую тенденцию. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 22-6-99. Если есть вопросы коллегу Анатольевичу, можете звонить, задавать в прямом эфире. Готовы их выслушать, готовы ответить. Вот вы говорите, что смертность трудоспособного населения стала меньше. Это один из основных факторов, к чему стремится здравоохранение. За счёт чего? Почему это так получилось? Большая сейчас работа проводится. Неплохо работают наши центры. Опять же, не только наши, но и во взаимосвязи с республиканскими. Например, в кардиологическом отделении нашего сосудистого центра делается тромболизис. Массово уже. Не первый год это делается. Мы его открыли в 2013 году. И с тех пор здесь регулярно применяем. Стоимость лекарств до 90 тысяч за одну капельницу. В острый период развития инфаркта миокарда вводится капельным тромболитическим средством. Во-первых, это часто спасает просто жизнь пациента и останавливает развитие инфаркта миокарда. Искаться на дальнейшей судьбе человека, инвалидизации его либо нет. Это очень важно. Много таких факторов. Успешно работает кардиоцентр нашей республики, хорошие взаимосвязи. Очень много мы средств тратим на химиотерапию в онкологическом нашем центре. Помимо того, что делают наши коллеги в плане оперативной своей активности, а она у них там высокая, тут мы уже применяем химические способы лечения онкозаболеваний. Много всего. Хирурги наши очень хорошо работают. У них высокая активность оперативная. И это тоже часто спасает жизни, в том числе трудоспособность. Но вы еще говорили, что суицидов стало меньше. Здесь у нас, надо сказать, что мы 1 апреля открыли психотерапевтическое отделение, дневной стационар на 15 коек. Хорошее получилось такое структурное подразделение. Совершенно все новое там. Мы сделали ремонт, все закупили, оборудование необходимое. Сейчас вот на подходе компьютеры у нас там будет впервые в нашей больнице полный электронный документ оборот. То есть все будет вноситься в их закрытую базу. С них начнем. То есть электронный документ оборот не только будет в психиатрии? Мы к 2018 году должны полностью перейти. И как бы мы сейчас будем обкатывать на таких вот, во-первых, это компактное подразделение, оно маленькое. И вот с них начнем постепенно вводить все наши структуры в это дело. Это дело хорошее, я считаю. То есть я понимаю, вот эти карточки, которые стоишь в регистраторе и так далее, то есть от этого не будет? Пора уходить. От этого давно. А как будет тогда? Будет у каждого. Возможно, будет свой личный кабинет. Детали мы пока еще не знаем. Но, например, сейчас уже, в принципе, система Промет, которая у нас обслуживает нас, РМИАС, так называемая, уже вносится часть информации, но она пока недостаточна. Уже мы сейчас подключили лаборатории, пока идет обкатка этого всего. То есть постепенно все диагностические наши обследования будут заноситься тоже. Вся эта сеть закрытая. Насчет доступа самих пациентов к своей информации, это тоже интересно. Например, в некоторых регионах это уже есть. Это тоже изучается, но пока мы еще не готовы дать на это положительный ответ. Но работа идет. Постепенно мы втягиваемся в эту структуру. Я, конечно, мы живем в 21 веке, я сторонник того, чтобы мы от этих карт, от истории болезни ушли. Просто мой вопрос такой. Вот сейчас вы сказали о том, что смотреть свои анализы, данные и так далее. Мне кажется, что среди медиков есть какое-то такое определенное, два противоположных лагеря, которые говорят, что должен знать больной в своем положении, полностью оттуда информация, какая бы она ни была. Другие считают, что нет. Ваше мнение как какого? Ну, во-первых, мы еще не достигли этого уровня. В нашей стране одна клиника только, крупная. В Европе таких мало. Которые вообще осуществили полное взаимодействие со своими клиентами, пациентами. Ну, там клиенты, там платная клиника. Она крупная, их таких у нас две в стране, она в Москве находится. У них есть личный кабинет, где полностью всю информацию они доверяют посмотреть своему пациенту. Историю болезни полистать, и это высочайший уровень, я считаю. То есть даже, по-моему, со Швейцарией у них была полемика, с докторами из Европы. Мы недавно на съезде, вот, проект был представлен. Но мы к этому пока не готовы. Это нужно пройти, это серьезный шаг, серьезный путь. Это международный контроль качества, уровень должен... Это очень такое дорогое удовольствие. И ответственность. Внедрить это высокая ответственность. Но это высокая гарантия, конечно, своего качества. Мы к этому стремимся, я вам скажу. Мы это изучаем, и как бы хотим это внедрить активно в себя. Пока там очень дорого. Даже простой аудит вот этого всего подготовить стоит не меньше трех миллионов. Но мы над этим работаем. Это интересно. Это, во-первых, ну и наш авторитет поднимет раз. И доверие у наших пациентов возрастет в разы к нашим. Ну, самоотдача персонала увеличится, компетенция кадров. Все это будет расти, конечно, параллельно. Ну, комфорт обратного обращения, опять же, таки, разумеется. Да, да, и все это взаимосвязано, да. А то есть это 2018 год, ну, примерно так, да? Это я говорю про электронные документы. Про электронные документы. А уровень, который качество европейского уровня, нам еще, конечно, много лет предстоит пройти. Это непростое дело. Я понимаю, что население этого требует. Ну, есть ряд объективных причин, по которым мы пока это обеспечить не можем. У нас хорошая больница, у нас центр. В Кумертавском медицинском округе обслужено 245 тысяч населения. И на работу очень хороший авторитет. И вот сейчас 18 врачей в том году приехали. Уже ехали на наше имя многие. Там целевиков было мало. С Аренбургского региона два врача приехали и остались у нас. То есть мы уже потихоньку, конечно, еще больше и больше обрастаем этим своим клиническим опытом, авторитетом. Но над этим надо еще работать. Это медицина такая вещь, что там останавливаться никогда нельзя. То есть вы говорите, что к нам уже молодые специалисты едут уже не только потому, что… На авторитет. На авторитет уже, да? Мы уже приходим по такому времени, не по всем еще пока позициям, мы уже начинаем выбирать. Если раньше, извините, мы гонялись за любым, лишь бы приехал, сейчас мы уже начинаем выбирать, кого брать на работу. Из врачей им иду. Ну, с медсестрами проще. У нас есть колледж-филиал. Это тоже, я считаю, счастье, что он здесь есть. И мы насыщены неплохо медсестрами. К сожалению, в этом колледже нет фельдшеров не готовят. Нам уже еще фельдшера ФАПы. У нас есть закрытые ФАПы в Кургазинском районе. Это проблема. Ну, тут мы надеемся на программу «Зимской фельдшер». В этом году она начинает работать в республике. 400 тысяч будет платить фельдшеру, который приедет работать в село. Это хорошая сумма для села, я считаю. И для жизни в селе это нормально. Но пока она не заработала. То есть это первоначальный такой? Ну, пять лет ты отрабатываешь, получаешь эту сумму, должен пять лет отработать в селе. У нас порядка шести ФАПов, закрытых в Кургазинском районе. Хотя мы начали там эту работу сейчас и по закрытым территориям. Подтвержден приказ, есть график. С соседних сел приезжают фельдшера, которые рядом функционируют. Эту работу мы как бы более ужесточили, потому что там была не всегда выполнена, как надо. Вот где-то с мая месяца сейчас это все. Мы открыли ФАПы закрытые, мы сейчас там делаем ремонт. В порядка в четырех-пяти мы газовые котлы меняем, отопление. В том году мы немало в Кургазинском здравоохранении сделали, и в этом году это продолжается. Мы делаем много чего, но я считаю полезного. Сейчас мы анализируем, где в каком сельсовете самая высокая смертность. Туда в первую очередь будут направлены наши тоже материальные и кадровые силы. Я имею в виду у нас так называемый, сейчас работает врачебный десант. Когда в село приезжает наш КАМАЗ, передвижной центр. Но если он как бы раньше стандартно просто КАМАЗ, и там чуть-чуть обследован, то теперь мы прибавляем туда врачей, окулисты, гинекологи, неврологи. Выезжают в село и как бы массово просматривают население. Для сельчан это удобно, им не надо никуда ехать. Вот эту работу мы сейчас продолжаем не только у нас. То есть КАМАЗ это наш центр, передвижной центр у нас давно. Туда же едет в это время флюорограф передвижной. Там сразу как бы со всех сторон мы это делаем. Семь выездов в этом году сделали. Один из них уже в Зенчуринской районе, остальные в Кургазинском. Ну а вообще фельдшерские центры в Кургазинском районе не работают? Открывать новые, насколько я понимаю? Нет, в новых ФАПов не будет. Есть тоже нормативная база, есть приказы. Все зависит от населения. В селах или деревнях меньше 100 человек и не должно быть ФАПов. Теперь у нас там есть и такие. Мы не закрываем пока, которые так не попадают под это. И планов таких нет. Мы открываем по графику те, которые были закрыты. Исторически не обслуживалось население. Ну как, ФАПы были закрыты. Переходил фельдшер, по домам ходил как-то. Сейчас мы хотим, чтобы двери все-таки были распахнуты. Какие-то часы люди знали, что здесь вот перейдет сегодня фельдшер. Сюда можно прийти, сделать уколы, получить помощь. Ну и кроме того, он будет ходить еще по домам. К тяжелым, больным или инвалидам. Я обращаюсь к зрителям канала ТНТ Актан. К сожалению, наша встреча с вами прерывается. Но если вы переключитесь на пятый канал АРИС, наша беседа с Олегом Анатольевичем продолжится. Я еще раз напоминаю, что вы можете позвонить нам в студии по номеру 22699, задать вопрос Олегу Анатольевичу. Мы продолжим. Про ФАПы я вот интересные инновации слышал у вас. ЭКГ, мы сейчас идею продвигаем вообще в округе. Не только. То есть из соседней территории, там тоже определенные планы согласовали с главврачами. Самый, где уже сейчас анализ идет, где высшая смертность, и они наиболее удаленные, ФАПы, мы закупили ЭКГ аппараты портотипные и к ним планшеты. У нас круглосуточное дежурство в кардиологическом отделении нашего центра сосудистого. То есть всегда врач, там есть свой планшет, и буквально по системе ВАТСАП там идет передача ЭКГ на расстоянии. Потому что у нас есть вообще дистанционные ЭКГ-системы существуют, но они очень дорогие. То есть как бы нам надо было и деньги сэкономить государственные, как бы двух зайцев убить, и насытить мат-базой вот этой, вот пока четыре прибора взяли, Кривля, Зяка-Шметова, Свобода, Мурапталова. Они наиболее как бы удалены, и уже ЭКГшки оттуда полетели. Врач дежурный всегда открывая планшет, смотрит, тут же связывается с фельдшером, есть инфаркт, нет инфаркта, надо пациента вести, надо ли вызывать на себя бригаду, ну это вот в вечернее время, ну или даже днем, то есть когда решается вопрос от транспорта, эвакуации, точнее, медицинской эвакуации пациента. То есть, как я понимаю, есть определенные аппараты ЭКГ портативные, да? Ну они очень дорогие, да, но этого достаточно, чтобы определиться, есть инфаркт или нет. А потом просто фотографируется, потому что это и передается. Да, и через ватсаб. По поводу инноваций, каких-то нововведений, опять же, вот буквально недавно проскочила информация о том, что у нас в городе МРТ открывается. Это государственное частное партнерство в рамках, то есть мы долго ждали поддержки от республики, там от Минздрава, понимаем все прекрасно экономическую ситуацию, не совсем равномерно насытилась республика. Кстати, у нас одна из самых высоких доли томографов МРТ на душу населения. В Кумертаве? Нет, в Кумертаве не было. А, в республике. В республике. То есть, поэтому, ну они как-то в Уфе, в центрах не совсем были равномерны. Нашим, у нас КТ-то давно уже, с 13-го года, но ограниченные у него возможности. Все-таки вот эти два прибора, они совершенно разные по функциям своим, по излучению. Менее вредные МРТ, более четкие снимки некоторых участков организма человека, и нашим врачам они очень нужны. КТ тоже хорошо работает, он очень помогает нашим, особенно дежурные смены, травматологам, неврологам. Это сейчас мы раньше, чтобы определить черепно-мозговую травму, приходилось чуть ли не на операцию сразу идти, на трепанацию. Сейчас это несколько минут и определяется быстро. Но МРТ нужен был. То есть ближайший был Салават, Светомак. Во-первых, это тоже платный, конечно, но здесь мы стационарных пациентов закроем своим, значит, бюджетом. Здесь у нас будут договорные отношения с этой компанией. И потом в перспективе, скорее всего, будем решать вопрос, чтобы… Ну, во-первых, мы сразу с них потребовали квоты для инвалидов, уже договорено там количество и для амбулаторных, льготных категорий граждан, талонных. Там часть идет и в округ тоже у нас. Надо не забывать, что мы центр и для жителей Зинчуринска, Голорчинска, Федоровского, Мелюза. Вот этих районов тоже часть будет квота оставлена. Ну и будем продвигать, все-таки закрывать максимально, чтобы люди сами деньги не платили. То есть это или ФОМС, или договорные отношения с нашей больницей, но эту тему сейчас уже прорабатываем. Ориентировочно август-сентябрь, мы думали на июле, но у них там небольшая загвоздка с поставкой оборудования, где-то август-сентябрь он заработает. И уже, ну да, станет населению проще. И нашим врачам в первую очередь проще уже с диагностикой. То есть мы замкнем здесь уже этот уровень. У нас будет и КТ, и МРТ в комплексе, либо просто один из них, каждый по своему прибору хороши, поэтому... То есть теперь уже в Салават, а в Селитомак ехать не нужно будет, да? Кому-то по желанию. Тут диагносты будут, кстати, тоже не наши. Врачи будут уфимские по договору, дистанционно будут уходить. Снимать только будут наши лаборанты. Ну, они будут трудоустроены в эту контору. Кстати, они нам будут еще платить за аренду. Они арендаторы у нас на территории, в больнице это все будет находиться. Это удобно. Для носилочных пациентов тут же рядом реанимация, оперблок наш. Поэтому, чтобы решить быстрые вопросы, это будет, конечно, удобно. Ну, такое интересное взаимодействие государства с частным бизнесом. Сейчас это в стране применяется, я вам скажу, даже по стране это широко шагает. Еще есть проекты, ну, пока они на стадии, не буду пока озвучивать. Есть еще предложения от частного бизнеса. Где-то, значит, свои проблемные точки будем закрывать с помощью частных инвестиций. Ну, вот раз мы уже об инвестициях поговорили и говорим. Сейчас вот тоже интересный вопрос. У нас как финансирование вообще на больнице происходит? С финансированием нашей больницы проблем нет совсем. Другое дело, что у нас, как вот было исторически, три источника финансирования. Это ФОМС, он, конечно, это основной региональный бюджет, и то, что мы зарабатываем извне бюджета, оказывает часть платных услуг. Ну, это самый маленький, конечно, наш доход. И вообще мы хотим в перспективе от этого уйти. Когда однажды все-таки ФОМС возьмет на себя все функции, потому что там есть ряд ограничений. Например, по капитальному ремонту. Это очень неудобно. Мы не можем сделать крышу. Мы не можем там качественно сделать тоже, например, детское отделение. У нас деньги есть. Деньги в больнице на сегодняшний день есть. Мы закупаем лекарства, расходные материалы. У нас нет кандидатурской задолженности. Это я говорю не первый год, сколько я лет руковожу, у нас этого не было. И раньше не было. То есть достаточно серьезная помощь государства, естественно, идет. Но есть ограничения. Мы не можем, например, купить прибор дороже 100 тысяч. Мы тот же МРТ могли бы понатушившись купить однажды и сами. Но есть четкие ограничения. ФОМС не проплачивает за единицу больше 100 тысяч. Это, конечно, неудобно. Когуляторы, новые ФГС, приборы нам приходят с большим трудом. Мы сейчас купили недавно анализаторы для лаборатории сами, с вне бюджета. И в детский кабинет детской поликлиники, стоматологические установки. И вот так по крупинкам сами меняем, но это тяжело, это неудобно. То есть то, что мы зарабатываем, это очень... Сами с несоплатными услугами это мало. ФОМС это да, там поддержка мощная. И коммунальное закрывание спокойное. Нет обязательств финансов перед нашими доставщиками. Все-таки ремонт, допустим, если мы тут тоже... Текущий можем. Текущий мы делаем. Мы его и делаем. Кто-то обратил внимание, мы много чего сделали за последние годы. Мы преобразился в облик наркодиспансера. Зашли в детскую поликлинику. Ну, разные были, конечно, тоже источники. Были целевые средства. По модернизации кардиологию с неврологией отремонтировали. В Рудоме, например, на целевые деньги, не только в Рудоме, а в терапии, мы поменяли лифты. Это очень... Там уже были просто опасные для здоровья и жизни наших пациентов лифтовые хозяйства. Сейчас это все заменено успешно. Доступная среда у нас развивается. Например, есть такая санитарная комната в Рудоме. Она вообще такая совершенно получилась идеальная. Ну, вот есть такие вот моменты. Я понимаю, что все-таки пациент, приходя в больницу, должен себя чувствовать комфортно. Над этим мы, конечно, работаем. Но не всегда, как я говорю, есть ограничения. Имея деньги, мы не всегда можем их направить, чтобы раз, сразу закрыть все проблемы. Ну, как-то выходит из этой стоимости? Какая-то помощь еще? Ну, вот в этом году мы получили... То есть мы еще просим целевые деньги. У нас в этом году будет ремонт терапии. Два этажа терапии. Мы полностью там заменим окна. Полностью будет произведен ремонт оставшейся. Мы там сами делали. Канализация, водоснабжение. Двери поменяем там. Покрасим это отделение. Создадим, кстати, палату для ветеранов. С удобствами, с душем, с своей сантехникой. Это будет, я думаю, хорошо. Это будет в июле-августе. Идут уже торги, деньги уже выделены. За июль-август мы это сделаем. Немного придется потерпеть нашим пациентам, потому что мы закрывать терапию не можем. То есть как-то будет частично совмещаться. Где-то мы сожмемся, сделаем ремонт. Я думаю, сделаем его быстро, надеюсь. Ну, зависит будет от строительных организаций уже. В дореволюционной России было очень популярно меценатство, благотворительность и так далее. И в медицину в том числе люди вкладывали. Сейчас такое есть? Здесь я пользуюсь случаем поблагодарю наших предпринимателей города, все, кто оказывает нам благотворительную помощь. Помощь это достаточно серьезная. На самом деле много ограничений, мы не можем те же телевизоры брать, какие-то бытовые приборы для больницы, они порой нужны, даже тот же пылесос. Поэтому помощь это существенная. Мы обращаемся с письмами к предпринимателям, они нам помогают. За это наше человеческое спасибо. Это очень... Вот сейчас, например, у нас есть обращение жителей микрорайона Восточной об открытии процедурного кабинета. И нам вот, я уж прям назову, Хайдар Мишарифович Гассин выделяет помещение на улице Машиностроительной 12-Б, безвозмездная аренда будет у нас. И мы сейчас только вложимся в ремонт, откроем там процедурный кабинет и, возможно, прием врача. Ну, там в перспективе посмотрим, помещение достаточно просторное, может быть, или физ, еще прибавим, либо ЭКГ съемку, там тоже сделано для жителей микрорайона Восточной. Микрорайон большой, населения много, обращения такие были, мы их без внимания не можем оставить. И Хайдар Миша еще депутаты, и я, как председатель Совета, все это понимаю прекрасно, ну вот, были там переговоры с торговым центром Кумерта, ну там немножко обстоятельства мешают. То есть, санэпид режим не можем там соблюсти, поэтому уходим сюда, и где-то в первом сентябрю, в первом октябрю, боюсь загадывать, там ремонт еще надо сделать. Собираемся открыть микрорайон Восточный в свою ночь филиал. То есть, пациенты, которые ходили в городскую поликлинику... Жители микрорайона Восточной, но процедуру как минимум получат там. То есть, это минимум. Возможно, там будет по графику прием участковых терапевтов. Про педиатров пока думаем, там все-таки, ну, немножко ограничено площадях, и если очень такая вещь, это санэпид режим, его надо соблюдать в больнице. — Понятно. Ну, это, по-моему, что-то новое такое для микрорайона. Единственное, я помню, что было детское... — Нет, мы над этим работаем. Мы сохранили на вокзале свое представительство. Это там в аренде у Куйбышской железной дороги. Там работа прекрасная, участковый терапевт Зарецкий Александр Михайлович. Просьба, тоже население было. Там были какие-то попытки железной дороги добить, окончательную медицину закрыть. Мы отстоялись с ними, провели переговоры. Мы открыли по просьбе жителей процедурный в пятках в школе номер 2. Ну, есть там вопросы, но там это просто процедурный. Люди просят чуть больше открыть там представительство, но там есть ряд ограничений. Это все-таки школа, есть вопросы по этому. Ну, и пока как открыт процедурный, там особо нагрузки-то и нет. Мы открылись, там 4-5 инъекций в день. Знаете, я думаю, раз население очень много просит, а по факту получается, что особо-то и не пользуются услугами этого процедуры. Но он будет. Это решение уже принято, он уже открыт. И вот сейчас вас точно посмотрим. Уже в любом случае мы его откроем. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос не машет. Мне хотелось задать такой вопрос. Как надо поменять свой педиатр? Извините. Педиатр, я услышал. Я понял, понял. Да, это по закону об охране здоровья граждан, это законные права пациента или жителя любого нашей страны. Для этого нужно написать руководителю поликлиники заявление, она будет его рассматривать. Там еще один просто нюанс есть. Сам педиатр должен согласиться тоже. Это обоюдное желание. Потому что есть проблемы по территориальной... У нас территориальный принцип участковый, слово же отсюда. Чтобы проблем с вызовами на дом потом не произошло. А так, это вообще закон и право. Но заведующие поликлиники должны принять все меры для того, чтобы это желание жителя, обратившись с таким заявлением, удовлетворить. Если врач даже не хочет, то она должна с ним провести какую-то беседу. И этот вопрос надо решать втроем тогда, так скажу. Заведующий, врач и человек, который обратился. Но такие заявления у нас поступают, мы это решаем. То есть есть уже примеры? Практика есть, это уже давно, кстати, действует. Не так масса, потому что все-таки есть проблемы потом. То есть это должен хотя бы быть соседний участок. Бывает, что полюбившиеся... Ну, на самом деле, есть у нас врачи, которые на самом деле обладают прям званием народные. Врачи их любят наши жители. К сожалению, у нас врачи... По уровню компетенции пока все на разном уровне. Есть и молодые, есть и проработавшиеся очень много лет, имеющие огромный опыт. Но есть такие, конечно, которые просто люди уносят на руках. Это совсем врачи от бога. К сожалению, не все пока. Ну, к сожалению. Но таких много. Ну, таких врачей тоже надо понимать, чтобы с одного конца горного бога были. Да, и поэтому, да, когда есть это очень большой разброс, тут надо смотреть. А так вопрос хороший, ну, это и утвердительно отвечу. Имеет право. Недавно, ну, в принципе, как, относительно недавно, да, вот это появилось замечательное вещь, когда в поликлинику записываешься, звонишь по телефону, да, 40-100, сейчас слышал колл-центр... Там несколько телефонов, в том числе способ из интернета, через интернет. Ну, у нас вообще в городе еще, я считаю, исторически давно уже хорошо, что все-таки, ну, насыщенны мы врачами, как бы там ни говорили, но я знаю просто ситуацию в других территориях, у нас нет, например, очередности ожидания к терапевтам или педиатрам. По большому счету. Есть к некоторым узким. Сейчас вот есть проблема детского невролога. Прекрасно, мы над ней работаем, понимаем ситуацию. Прекрасный специалист работает там. Какой объем работы она выполняет, мы знаем изнутри, ну, просто человек работает на износ. Ну, с понедельника будет принимать еще один невролог. Тут часть на себя, это удары. Ну, в хорошем смысле, удары, я имею в виду, что все-таки это давление. Много там всяких вопросов есть на себя примет. Мы это решаем. То есть вот у нас исторически нет ожиданий, как в других городах или в муниципальных районах, к терапевту. Терапевт принимает в тот же день. Это вообще-то хорошее достижение. Вот этим мы, конечно, гордимся. Где-то есть то, что терапевт не в том, где нет? 5-7 дней ожиданий к терапевту во многих городах. Не могу дознавать территорию, потому что это не совсем этично. А такое есть, это обсуждается в Минздраве и на коллегиях у нас. Там они придумывают всякие способы уйти от этого при отсутствии врачей. У нас пока, слава богу. И ожидается в этом году большой приезд и в том числе терапевтов, и педиатров. А следующий год просто будет прорывной. У нас, вы знаете, в системе медицинского образования интернатура уходит. То есть приедут врачи, закончившие 6-й курс, сразу на прием в поликлинике. Но только в поликлинике они будут иметь право. Педиатр, терапевт, хирург. Нет, гинеколог нет. И либо те, кто уйдут на ординатуру на 3 года на узкие специальности. То есть те, кто, скорее всего, а их будет немало, кто не уйдет на ординатуру, они приедут работать. Будет двойной удар. Это будут терапевты сейчас, которые на интернатуре приедут, и те, которые сразу после 6-го курса. И здесь мы их уже, конечно, потянем, примем. И я думаю, что тогда мы точно уже начнем выбирать, кто нам больше подходит. Еще один телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Да, да, мы вас слушаем. Добрый день. У меня такой вопрос. У нас участок ГАФУРИ-25. Участковый врач Нигматулина. Врач, безусловно, очень хороший. Ну, к ней, вот, допустим, я сегодня заболела, на следующий день попасть я уже к ней не могу, нужно записываться заранее. Там, ну, безусловно, там идешь к другому врачу. Ну, хотелось бы, вот, как раньше у нас на Советской жили, у нас Созумова была, так она нас знала по именам в лицо и знала все наши болезни. 25 недавно перешел к Рим Райлин дом, если не ошибаюсь, да? Да, да. Вы недавно перешли, это новый дом. Ну, Рим Райлин заведующий поликлиникой. Вам просто, я считаю, очень повезло, как с врачом, высочайшей компетенцией специалистов. Но здесь какое-то недовозумение, у записи к ней нет. Продолжайте, да. Я слушаю. Приходится к ней, потому что она мало принимает 24 сего. Она заведующая, потому что она... Он пенсионер ведь, вы понимаете? Вот как бы этот вопрос решить, вот. Я думаю, я слушаю сейчас ваш вопрос. И мы с ней обсудим, ну, не завтра же, а после выходных. Пожалуйста. Хорошо, я вас услышал. Спасибо. С вами должно быть проблем больших. Уж время решится. У вас действительно очень хорошая, она грамотная, талантливая. Ну, она зав. поликлиник, конечно, а время у нее... Она совместитель как терапевт. Основная ее работа заведующей. Ну, хорошо, я услышал вас. Мы разберемся. Спасибо за вопрос. Ну, к сожалению, время нашей программы завершается. Еще раз поздравляю с наступающим праздником. День России. День России, да, конечно же. Уже государственный праздник. Более значим, чем наш скромный праздник медицинских работников. Всех поздравим. Вполне возможно, хотя о здоровье тоже думаем. И о врачах тоже, конечно же. Может быть, вы поздравите своих коллег. Своих коллег очень люблю и уважаю. Я очень горжусь тем, что руковожу таким коллективом. Полторы тысячи человек за моей спиной. Если говорить об округе, там вообще 4 800 у нас в Кумерталовском, медицинском, медиков. Вот именно медиков, метропотников, врачей, медсестер и младший медперсонал. Все играют очень важную роль в обеспечении здоровья населения. Всем, конечно, крепкого самим здоровья. Вот в этом году очень жестко я за них взялся сами. Не всегда диспансеризацию вовремя проходят мои коллеги. Сейчас мы прям чуть ли не каждого обзвонили, напомнили те, кому... Я уже не говорю про периодический осмотр, а на диспансеризацию надо в этом году прийти. Это лично буду проверять. То есть надо беречь себя. А то, в том числе, работа очень тяжелая. Многие, вы же знаете, у нас сутками врачи работают. И после суток остаются и приведут прием. Есть такая система исторически сложившейся в медицине. Мне это, конечно, тяжело. И всем низкий поклон за их труд. Еще раз бы, пусть берегут себя. И, конечно, всем здоровью нашим, всем, кто сейчас меня видит и слышит, всем нашим кумертаусам, кургазинцам. Спасибо большое. Будьте здоровы. Вот тоже будьте здоровы. Заходите к нам почаще. Интересно с вами пообщаться будет. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что были вместе с нами. Я же прощаюсь с вами. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин